По легенде учения пропал мужчина 40 лет, ушел в лес накануне, до наступления темноты не вернулся. Всю ночь родственники пытались найти его самостоятельно, не смогли. Утром обратились за помощью к профессионалам. Опытный поисковик учит начинающих, как искать человека на окрик. Имя пропавшего кричать не меньше четырех раз в разные стороны. После каждого окрика обязательно прислушиваться. Почему? Первый раз он может лежать где-то, может на второй раз проснуться, третий раз, о, меня зовут. Я здесь. И можно вот это поуслышать. Самое главное на этих учениях представители поискового отряда Лиза Алерт. Опыты мне занимать могут поделиться не только с добровольцами, но и с профессиональными спасателями. Миша! Мы рассказываем о наших методиках, мы рассказываем о том оборудовании, которое мы используем в процессе поиска, учим им пользоваться. Также в качестве учебных точек сегодня представлены методики поиска. Это теоретические занятия, где мы говорим о том, как мы действуем в случае пропажи человека. Искать нужно не только на окрик, но и методом прочеса. Поисковик вместе с собакой должен взять след. Идя по нему, важно не пропустить подсказки. Если пропавший курит, то бросит пачку от сигарет, а курки, некурящий может оставить, например, фантик от конфеты. Поисковики ходят по двое, по трое, группы обязательно разнополые. Двух девушек вместе не отправят, иначе потом самих искать придется. Исходя из замысла и легенды, было сформировано пять групп, так называемые ЛИСы, где координаторами выступали представители Лизы Аллер, которые, в принципе, и производили обучение, в том числе и сотрудников МЧС, в данном направлении обучения, как обмен опытом в данном направлении. В учениях задействованы не только силы МЧС, но и аварийно-спасательные службы и поисково-спасательные отряды при органах местной власти. В них могут включать и добровольцев, лесников, преподавателей, всех, кто может оказать посильную помощь. Решили начать с базовых мероприятий, таких как элементарное пользование компасом, элементарное пользование навигатором, элементарное в оказании первой медицинской помощи. Подобные учения в нашей области первые, но не последние. Проводить их теперь будут два раза в год. Следующие в апреле-май, видимо, когда сойдет снег, и обыватели снова потянутся в лес на природу. Что касается легенды этих учений, то пропавшего нашли на окрик. Он сильно замерз, не смог самостоятельно передвигаться. До бригады скорой его доставили на квадроцикле.